всем привет сегодня у нас необычный разбор дивизии бактуаровская дивизия панцерлер помогать мне сегодня будет соловин пикси привет так вот для начала собранная в баланс моя моя сборка что ты можешь по этому поводу сказать что тебе сразу странно и что тебе интересует в первую очередь для меня всегда странно на танковых деках в реалиях нынешних пт-пуш это у многих отсутствие дешевая дешевейш разведки за 15 очков а у флеров конкретно здесь иногда я сам имею опыт игры на танковых дивизий и некоторые стелс курс на суши слишком стелс если их не пытаться высветить на это я могу ответить что у меня довольно большой набор развед танков и есть развед самолет также собираюсь играть не от накопления а вот мобильной игры то есть вот я собираюсь чтобы у меня фронт постоянно шатался в этом случае разведка не имеет такого большого значения потому что ситуация постоянно меняется позиционировать пушку крайне сложно трудно угадать направление удара следующего например и это во многом не бить нивелирует как нивелирует этот пушечный геймплей с другой стороны он становится еще более опасен для пантер пантер постоянно получают в борт да я хотел отметить что пантера довольно картонная борту особенно для модель еще более картон насколько я помню да поэтому пантеру нужно окружать таким куском мяса панцергренадеры который сейчас очень сильные если их миксовать с разведпушками то как бы пантеры более-менее выживают но у тебя не очень много пехот получается в принципе да я согласен что вот отряд штурм пионеров я бы честно говоря сейчас на сегодняшний день готов заменить на отряд панцергренадеров потому что пехотки не хватает и возможно даже нужно будет выкинуть командира бак мандир это очень частый выбор сложный выбор точнее для дивизии командир нужно выкидывать даже наверно панцергренадера пионера можно взять на а тогда получается панцергренадеров 9 штук пионеров 6 штук выкинуть офицером и добавить на стадию с панцергренадеров получают 18 штук и еще одна карточка можно принципе либо на а либо на опять опять же пальчиком посчитать закупа что-то можете позволить что не будешь ну тут зависит карта же конечно сложно играть против пехотных дивизий за танковый на картах лицел очень большая не очень большая просто густо зарочная количество танков для меня всегда мало я люблю танков у меня редко эти танки получают лучку больше одной мои танки даже близко были не к завершению на самом деле ни в одной я смотрел какое-то видео ты говоришь на этом наша про наш первый бой ты говорил что у меня танковая дека кончилась танковая вкладка кончилась точнее нет я просто начал закупать пехоту автопушки чтобы стабилизировать ситуация танков у меня в дейкер в момент было еще 18 штук отлично а зачем таким перебором я люблю заешь на игра на выносливость эти да если игра на выносливость то в принципе любой танк может стоять стоить очень дорого но я считаю что это перебор то что у меня там 9 плюс 9 на c фазе это обменять хорошим после выхода за руки найдут и необходимости это не остро не чувствую я считаю общем да такое какое-то такое не специфическое отношение к деке именно конкретно таки а вообще ко всем декам что maverick нужно собирать с расчетом на бой в 30 минут да вот если у тебя за 30 минут остались какие-то юниты значит это все это сделал неправильно уменьшай количество юнитов слушай и закон дальше авангард нужно собирать с расчетом юнитов на 40 минут потому что там все таки иногда надо добить maverick поэтому лишние 10 минут должно быть юнитов а баланс нужно собирать расчетом на 45-50 минут вот если через 50 минут за баланс остались юниты все дека неправильно абсолютно точно но это не совсем так игры на выносливость они могут идти очень долго на самом и хорошо когда у тебя есть стабильный баланс стабильный на самом деле нет первое что важно для баланса это не посыпаться первые 20 минут 15-20 минут этот самый важный для баланса начала вторых я вот такой текстовичок давным-давно составлял еще я сейчас показываю некоторым этим дискорде перешлю просто простейший текстовый документ я там считал очень важно на самом деле система что у кого стоит жирнала там нет но там есть три наших баланс от вангард и maverick сколько у них очков на каждой фазе в какую минуту боя начинается 750 и вот 10 20 каждую минуту на там очень видно насколько где очки влияет какая разница получается и видно что очки для баланса да сравняются с вангардом и мавриком только к 26 минуте это очень важный момент потому что по сути для баланса больше настолько за что все предыдущее время он старается сдавать позиции но я думаю что даже больше ситуации еще хуже чем то что ты писал потому что если противник 26 минут имел преимущество в очки в очках то он этим преимуществом тебя по голове бил и у тебя были большие потери чем у него потому что он мог приехать три к одному в какую-то точку да и там тебе полном почистить ну в таком случае я как любитель играть на баланс канди допустим у меня сейчас основная дека которая страдает в основном только из-за карт ну большие открытые карты типа цветов клубская они вытягивать против рисов да ну и бог по сути только против рисов все остальные в основном побеждают есть вот и сам суть в том что если приходит много народу то оттуда просто уходишь это понятно что ты все равно имеешь ты сказал что очки сравниваются в двадцать шестой минуте я скажу что на самом деле очки сравниваться в ближе к 30 к 32 минуте и только тогда ты уже начинаешь контрнаступление тут есть один важный момент что вангард и маверик сначала вангард в первую очередь обязан наступать в любом случае обязан наступать обороняться не всегда легче чем наступать но от этого можно играть ты знаешь все нужно обороняться ты готовишь позиции и готовишь заранее отступающей позиции также также ты можно пользуясь особенностями карт еще и вражеские точки выхватывать где это возможно который придется на тратить так распыляя его еще перетекая разными используя особенность карты например если против тебя агрессивный танк то ты спамишь пехоту в лес оставляя его туда инвестировать очки бесполезно именно так но можно и против танковые деки допустим на как-то вариацию что не знаю называется на которой мы тогда играли с тобой две игры крюк был против двадцать девятого танкового корпуса помнишь я не понял какая версия слуцкая но допустим очевидно что там идет геймплейная зона то это город по большей части и дисбалансированная по мнению геймплейная зона очень сильно дисбалансирована но допустим на той же канаде на этой карте я постоянно на бронированных автомобилях м3 scout который там байтрак называется или как-то так можно спокойно занять вообще все поле даже туда за поле уехать просто не выгружаясь на бронемашинах вторыми там минимально бронирование но не выручить из полемета просто проезжаешь всю карту занимаешь против танковый потому что танковый дек в очках ограниченно сильнее чем пехотная и пехота там стоит очень дорого так или иначе относительно так-то так я все-таки считаю что баланс самый слабый сейчас доход и нет ни одного игрока способна выиграть на балансе более-менее с равным противником то есть на балансе можно выигрывать только более слабых противник сейчас но у меня очень много на балансе бы я не считаю что баланс сильный относительно некоторых версий методивизии ну допустим а то что считается сейчас метод 78 штурм на бана вангарде я не припомню ни одной игры на канаде и даже на крюке чтобы я проиграл сам баланс потому что это не те дивизии которые могут глубоко проснуть канаду или крюк ну ты выбрал одну из самых имбовых дивизий в игре вообще канада лоликами канада потому что канада с нахер поломанными извините меня 6 фунтовками чем поломаны конкретно ну это наверное лучшая пушка в игре цена-качество вообще она все что она намного лучше чем пак 40 нет у нее пробой ниже чем пак 40 правда первую ниже чем у пак 40 но зато у нее хорошая скорострельность у нее хорошая скорострельность скоро нет но пробитие ниже отсутствует фугас стоит она не сильно дешевле 10 очков все и насколько я помню у них одинаковая маскировка медиум если бы не было маскировка то это было бы справедливо так и считаю что пак 40 в принципе очень хорошо я не вижу как превосходство шестифунтовки на паком 40 мне вот лично играть против пак 40 намного комфортнее за счет низкой скорострельности ты примерно понимаешь что от нее ждать а если вот шестифунтовка отловила то все конец от танков зависит которые против тебя уставляются потому что допустим шестифунтовка очень быстро может уничтожать штуги панцир 4 все танки с брони до 100 тыс 4 85 уже на максимальной дистанции там что-то порядка десяти процентов получают кнопочку например у нас самая сильная пт-шка в игре самый эффективный на мой взгляд 40 пятка вообще никого не простреливать на максимальной дистанции да сейчас проблемы с легким пушками но опять же от карты все зависит все очень много играется в карты например у канады нет возможности бороться с всякими тяжелой техникой в режиме из-за того что пушки там слабые даже 17 фунтовка причем что характерно допустим цирка пятка настроена максимально возможному пробить а 17 фунтовка по минимально возможному из тех странах которые были на те годы по тигру по тигру на максимальную дистанцию на пробой 10 процентов это не очень много учитывая что она может подавляться моментально со всего оружия который есть в этом плане что десять процентов за канаду в поле нибудь очень слабо получился это все равно нужно прятать и при наличии кнопочки эффективный огонь настолько опасная штука что я много раз ловил сорока пяткой какой-нибудь пантер который стоит стоит 10 минут они друг напротив друга стоят 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 после чего ты выкатываешь шерман сбоку пантера поворачивается к нему да и борт прилетает и ты сишь такой блин у меня же танца 110 ну что это поэтому я все-таки в между балансом пушки и танки пушки смотреть дальше следующий момент который я сам на своей шкуре пробовал и мне он не нравится это самоходное относительно буксируемого гепард и флаг 38 почему-то выбрал на гепард конечно катается но да представим что ты играешь скажем против 26 гвардейской дивизии пехот что у нас в этой дивизии сейчас поломанный очень сильно поломали л-237 у тебя из защиты реально от него есть только если ел 2 этот 26 гвардейская решит за тебя за испарить антезер спамят просто насмерть ну давай так и лично по моему мнению во первых ты где будешь держать 4 гепардов около своих танков где-то хорошо допустим что их не видно если они засветятся и у 2 их уничтожат первым зал я уже залпу та же самая проблема была с против гвардов первой дивизии много языковой гварды вообще отдельную тему то же самое такой же геймплей ты должен прятать постоянно свои самоходные ложки потому что противотанковые самолеты их валят нещадно но смотри ты должен прятать кого потому что ты взял его есть вариант буксировать силу кушку за меньшую стоимость да но при этом ты ее разгружаешь никуда больше да но она менее уязвима и в принципе такого него что очень далеко бегать приходится бы там две точки пропушит она может это две пробежит кое-нибудь еще как я вообще вижу применение себе со старта закупаю на одну-две позиции вместе с пехотой автопушки использую только как средство поддержки пехоты там где мне нужно быстро приехать и остановить а вот пумы я работаю как танки мобильные потому что ими можно фланковать очень эффективно то есть идет удар пехоты за пехоту идут автопушки потому что автопушки очень эффективно подавляют пехоту и его просто режут а пумами еду параллельно атаки слева и справа в леса куда-нибудь и как только вижу танк который не могу обойти и не могу никак сдвинуть пумы съезжают ему в борт и вот уже флангуют то есть такое вот использование почему я несколько физически настроен к пумам вообще в принципе так автоматическая пушка так и с пушкой 50 миллиметров у нас в игре сейчас очень большое засилье легких пушек незаметных легких пушек и пехотных орудий пехотных орудий с кумулятивными снарядами и без них неважно если там бронебойный снаряд они все очень страшны для легкой техники вот легкие орудия пт орудия они находятся очень много их на карте во всяких местах разных плюс они очень быстро могут добраться до поля боя по первому вызову на джипе допустим 45 или пехотная пушка и пуф то пума все версии пума очень уязвимы для огня из этих орудий по мне так любой маневр пум и такой вот пресекается просто корни опять же карты и зачастую не очень широкие и не очень удобные для маневров на флангах именно про протекание каких-то обходов и обтекание не стоит забывать про пт-ружие которые все-таки есть еще у советского союза несмотря на все на всю борьбу с ними это правда я абсолютно согласен что против советского союза использовать это прямо тяжело но при этом я могу сказать что надо не выбирать направление атаки такое какой противник не ожидает и тогда все получается обычно то есть я несколько игр 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 играл против хороших прям очень хороших противников и заезжающая автопушка вызывает надо просто истерику противника конечно автоматические пушки еще и с оптикой могут найти пехоту вражескую легко найти вражескую технику в принципе двигаясь по тыла могут уничтожать артиллерию по в этом они приказ у них очень быстро это такая особенно и чем меньше дистанция тем выше опять же у меня были несколько случаев когда фактически пушки уничтожали танки такой нередкость они наносит криты в лоб что очень неприятно потому что идет образ он считается один по моему насколько я помню на очередь он считается один но с него под крит один поскольку он с очереди не кажется но все равно а эти очередь довольно часто выходит если ты видишь что это карта то это дека собрана не так как ты играешь ведь на каждом направлении выбираешь потанку ставишь и поэтому тебя довольно тяжело пробить у тебя каждый раз приходится в лоб бодаться пантеры либо ска со сковородкой а это именно игра настроена на то чтобы несмотря на балансовый доход постоянное быть движение вопрос опять же в противниках панзерлеру очень тяжело воевать против третьего гвардийского танкового корпуса и в принципе против них происходящих его в тяжести бронирования и его мощность то есть это либо немецкие танковые деки которые имеют танки несколько превосходящие чем допустим 5 танковая дивизия будет иметь гораздо больше тигров либо советские вариации с 34 85 которые могут поддерживать и слов вторых проблема в том что всех этих пум что очень часто они упираются шерман которых много очень много на карте шерман оплывается за разные деки самые разные они очень часто двигаются но шерман и стоят в резерве в основном и как в резерве поддерживать свою пехоту где-то стараясь не не поставляться и очень часто натыкаются на шерман которых много на всех флангах так или иначе шерман очень быстро занимают обширный область на картах абсолютно согласен со всем что ты сказал например 3 гвардийской танковый корпус на самую удачную дека сейчас для того чтобы фармить рамки у нее все есть она хорошо играет спокойно там не испытывает никаких проблем по поводу того что леру как-то уж очень сложно играть против более тяжелых танковых дивизий но это вообще любой танковой дивизии сложно играть против другой танковой дивизии более тяжелый например играть за двадцатку или за тюрина против флера например будет просто поэтому это общее правило стил дивизии и она упирается в геймдизайн на самом деле потому что раньше можно было дымить и сквозь дым проезжать в упор забирая тяжелые танки размениваясь один к одному сейчас это невозможно потому что есть правило 500 метров ближе 500 метров про не пробить и не растет на 500 метров там это 476 например ничего пантере сделать не может процент конечно бывает забавно знаешь когда шермана выезжают дает со стабилизатора все сразу баллов в тигра у меня также было например у всех так было на вашем играл он просто берет так брал на меня там по 5-6 танков и кидал на тигр вокруг него ездят и настреливают в борта в love tanks есть один момент на самом деле который панциролер касается панциролера относительно баланса тяжелого тяжелых танковых дивизий до за тюрина тяжело играть против танков но тюрин имеет обширный запас пехот хороших пехот в принципе плюс там принципе сидит на хорошее сочетание экономики дешевые танки при поддержке пехоты и наоборот дешевая пехота при поддержке дешевых танков все другу помогают и на картах с сложной местностью тюрин себя чувствует превосходно пока не встречается 78 штурмовой и так далее это касательно 78 штурмовой она будет себя чувствовать на всех картах которые имеют сложную местность очень хорошо в силу того что будет верить пехоты и она можете позволить что можете позволить панциролер он не сможет себе позволить против допустим 78 штурмовой играть от пехоты а против тяжелый танковый день он не можете позволить от техники точнее может но это очень сложно и там и там в тех вариациях он находится таком подвешенном состоянии между танковой дивизии и пехотной дивизии у него больше пехотных слотов чем у средней танковой дивизии немецкой но его техника несколько легче и тигров не так много или допустим а нету и со вторых нечем сами вторым бороться потому что нету скалиберных садов с которыми стать не очень эффективно но все же а в таком подвешенном станем находится в варианте балансе окей я с тобой согласен в принципе ну чё давай перейдем к твоей сборке давай последние коллекцировки были это неплохой там в принципе для ближнего боя он используется как автопушка только не имеет свои особо плане того что он может стрелять на большие дистанции он может стрелять бронебойными на борта в принципе маневрируйтесь танком можно поскольку я люблю использовать много легкой техники просто такое дополнение к фанатическим пушкам я никуда не спешу то есть это не так который должен брать диплом это так который приезжает будет поддерживать твою пехоту потому что моя пехота не может выдержать бой сражеской пехоты в принципе то есть она хороша она может держать какие-то позиции определенные но допустим я стараюсь брать случай максимум это лесной бой допустим на цель или еще на какой-нибудь карте такого рода со 78 что я смогу отбиться только если я буду поддерживать пехотной техникой легкой с автоматическим пушками и танками таким вот который просто будут стрелять дамаг носить но это не лучший выбор танк очень спорный по моему мнению он как бы попроще выразиться не едет не стреляет и брони нет да но что-то он пытается сделать на самом деле на самом деле ему об 0 бронирование до 65 миллиметров и она теперь что-то даже держит вот на мой взгляд это очень слабый танк да сколько раз пробовал его пользовать меня никак не получилось найти применение у меня даже лучше вот просто не кажется 4 обычно дороже стоит это весь корень это тоже самый случай что и стюрт ты просто катаешься в пятиметрах вражеской пехоты буквально катаешься хорошей пехоте если она не может тебя уничтожить она тебя уничтожит хорошо 30 очков мы потеряли ну допустим какой-то импакт внесли автопушек допустим на фазу шести штук не может не всегда хватает почему мне нравится пазик это его орудиям то есть орудие настолько опасная что выключив просто фугасные снаряды и пулемет можно ну не знаю в лоб против любой танк забрать да дистанцию я общался как раз так хорошо азик 4 это неплохой танк на дистанции тысячи метров в принципе он может много кому дать ну уничтожить много кого ну дороговат дороговат другого не играет сейчас в большом количестве окей так я смотрю у тебя четыре танка на а четыре пантера четыре пантера 8 тяжелых танков это по моему перебор ты как собираешься с доходом 110 вызывать 8 тяжелых на б 120 все еще во вторых там вся суть в том что фокус идет на то что они дополняют то что было на фазе на а фазе я покупаю почти всю приходу всегда 106 пионеров 9 панзергренадеров и 6 панзергренадеров с панзерфауст и на б фазе тигры пытаются усилить ударную группировку а панк ну просто они есть вот то что меня 18 танков на c фазе это можно заменить спокойно но какой-то нужды в этом я пока не вижу пускай мне это не мешает кроме 18 танков на c я еще вижу что у тебя на сковородок 6 штук да было даже больше в первых вариантах но пак 40 пришлось взять причем я еще не уверен куда я хочу взять потому что пак 40 это внезапно то пушка которая будет помогать не бороться с немецкой бронетехникой но я тоже кстати заметил что мне пак 40 нужно именно в качестве борьбы с супер тяжелым танками например я в 14 использую так потому что другого просто банально оружие нет в тяжелых танков я бы с радостью место пак 40 взял пак 40 любых вообще пак 43 наверно мог бы изменить баланс этой деки сделать из нее топовую даже одна карточка две карточки сделала бы 9 просто комфортно играющая прям прям очень хороший так ну чё мне кажется что вот иррационально выбор танков потому что слишком много тяжелых танков получается четыре здесь и шесть таких вот это прям но я подгонял под пульком под свои закупы и пока проблем не испытывал это может измениться мы покажем проблем я также подумал о том чтобы вместо вангарда попробовать взять мой риг в этом плане у меня остаются очки со базы иногда были такие случаи то есть либо я закупаюсь уже достаточно добить очки что пехоты там добить просто усилить свою позицию которой час но очки остаются их трачу только уже не не при необходимости а по усилению своих имеющихся войск и без острой необходимости для этого то есть это будет приятно но не критик и в принципе варианте у меня же видишь еще три карты пехотного файл и я думаю что было бы неплохо попробовать в варианте я могу то есть это будет его случае на ранее но несколько перенесем опять же к концу фазы б у меня будет преимущество надо и вангарда и баланс на у меня нет командиров командирская пантера да не вижу смысла какой-то усиливать именно здесь командиром они особо-то ничего не слоты активации не возьмут меня ну то есть танки здесь особо поднимать ветеранство смысла нет от одной лучки до двух-трех пантеры так стравляются со всеми либо там техника тяжелее с которой вы драться не имеет смысла на честных условиях либо техника легче которая уничтожается так спокойно по поводу пехоты усиления я играю не от пехоты пехоты здесь много на мне необходимо я люблю пехоту но я играю технических пушек от техники тяжелой техники пехота здесь управляет роли таких маяков старается выполнять роль таких маяков которые стоят и пт и это то что встречаются вражеской пехоты и потом техника за них разбирается пока эти ребята пытаются вести бой ну фронт держит ну фронт не всегда получается держать потому что есть много разных дивизий в этом плане я же не могу но если я возьму командира поставлю допустим даже так я могу собрать на пехоту какой-то хороший билд не на мясо она ветеранство допустим взять по первой лучке взять большого командира взять командира поменьше я буду брать третью ручку против меня выходит 78 штурм я нибудь никак против меня выходит к надо приезжает толпа ребята они меня стреляют просто нас тоже не вытягиваем зачем невозможно удержать можно штурм дивизии старается штурм дивизии за счет того что она очень быстро убивает пехоту 300 метров не очень быстро я рекомендовал статьи стрелять но вот на 300 метров на сироне плохо убивает ретурн фаер упускаешь поближе потом расстрелившись ну ладно давай тогда сейчас остановимся на этом ролик сегодня выложим завтра уже выложим тот который сейчас запишем с тем как ты применяешь туда ой страшно значит сейчас какую-нибудь нашу груза поднимем и обсудим ногу окей тогда всем спасибо всем пока пока пока